а мы нашли еще миллион тонн металла видимо гривен 500 на нас с работы не знаю сколько пока так чисто по приколу главное чтобы это все влезло сейчас будем пилить металл у нас такая передышка нас собирать айвы мама сказала что будет что-то делать вот я собираю его с айвы ничего чтобы не делали таки если подпорченные вот видите такие уже выкидываю что их лишний раз вести при таком изобилии айвы мы слим в рюкзак это же мы не взяли никаких с собой пакетов просто вот так вот в рюкзак идем и складируем вот так неожиданно на груша оказалось птичье гнездо но его не было видно с зарослями посмотрим что там в гнезде не видно мне ничего отсюда надеюсь вам видно что было в гнезде яблоки маслим нашел есть уже сухофрукты вот такие яблочки и на полу можно нас находить кушает мы уже сделали смотрите нашем канале грушева и айвовое варенье и оно таки получилось и вкусно там много конечно нужно вываривать типа воды или ее оставить отдельно чтоб там чеек с ней заварить с ней классно классный чеек получается вот и по-моему грушевым водой от грушевого варенья вот и вкусные классные груши так что это варите варенье самое главное что это очень просто тупо все вот порезать время считай тупо режешь докидываешь до половины веса сахара и все и просто варишь буквально 35 минут и все в банку особенности в холодильник то овощи ленивое варенье и очень легко сделать даже мужику то муслим пилит строительные леса пополам чтобы они заездили в машину где не больше двух с половиной метров длина но у нас уже закончился диск и я новый принес муслим пилил пилил и вот у диска даже кусочек начал откалываться так что нам нужно его снять и поставить вот такой вот новый вот на такой новый когда большой а вот мы его настолько спилили представляете так что еще металл сдавать по деньгам тоже выходит эти диски покупать на муслим да забавно вот такой диск остался видите это уже небезопасно таким нельзя пилить и диска нет так что я вам скажу что такая штука должна быть вот такая видите так что максимально экономно все это спилили как только можно вот интересно кто не знает как меняется эта штука вся получается на болгарке есть конопулька мне дедушка показал на нее нажимаете блокируется эта хрень я первый раз пользуюсь болгаркой и потом специальным ключом который естественно в комплекте можно зажать до щелчка вот если щелчка не будет то все к чертям отлетит и как вы поняли кому-то попадет куда-то вот потом отпускаете смотрите чтобы она нигде не царапалась мне кажется что где-то царапается слишком большой диск либо эта штука сама не понятно чё да на царапается немножко или нет или мне кажется не это у меня шиза не царапается мне не это сам мотор так что вот так за защелкивается кнопкой так прокручивать можно вот ну и все общем то такая штука я конечно затяну повторно еще вот щелкну но все диск поменен с ним сейчас даст жару я выключаю конечно же эту штуку из розетки а удлинитель сам спаял купил не помню то ли 40 метров кабеля то ли сколько работает вот и муслим там пилит у него у нас очки и стоматологические одни на двух поэтому муслим уже вошел в раш у него уже опыта больше чем у меня и он там почуть пилит и я отхожу прячу в стороне вот так это все выглядит они она уже не надо отломался ну все он такие тяжеленные конечно вот мы их там много нашли еще штуки две таких в одной из прошлых серий как помните у нас сломался ключ вот в этом замке ну вот он замочек и там ключ сломался дедушка сказал поискать от него еще пару ключей но к сожалению найти их не удалось зато мы нашли другой замок вот со связкой ключиков вот такая вот связка видно так что мы этот замок спилим аккуратненько и прицепим вот такой поменьше он все ради такой никто не будет эти взламывать ворота то то мы их сможем открыть если мы чего-нибудь с будем завозить большое вот можно будет открыть ворота я надеюсь что они вообще еще открывается и скоро мы это узнаем но это ничего не даст те же нужно будет освободить чтобы прошли прутья эти вот эти вот те но проще два разреза просто чтобы он упал вниз сделать вот на вот этих штуках один ты не сделаешь просто потому что не пройдет же хотя если может быть повернуть ее потом вот так вот если если он разворачивается можешь повернуть то тебе скорее всего 3 разреза делать не знаю никогда замки не спиливал муслим таки да мы дали я дал ему вторую перчатку он в двух перчатках то что в руку попадает искра так что маслима в эту поездку все распилил муслим эти штуки это не страшно но посмотрим можно ли будет освободиться мне кажется не хватает ему видишь он горячий к тому же осторожно вот вот эта штука не поворачивается может вот это удастся повернуть не хватает немножечко чтобы повернуть она горячая еще но он не выворачивается ну почти короче еще вот эту штуку отпилить еще чтобы уже наверняка о вот и отвалился кусочек но она легче чем я думаю так вот может в принципе это максимальный замок можно так перепилить по ходу любой замок 2 секунды да вот такой вот металл тяжеленький я думал что килограмм весит ладно и душка от него вот упала ну вот она попробую открыть ворота хоть с какую-то сторону они закрыты на этот на штырёчки смотрите какие длинные капец даже я не могу этот штырёчек достать да что-то колено у меня начало пора это самое и мне теперь 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 жило сесть даже вот такие длинные штырёчки не она сюда должна идти а здесь вот такие штуки а не поверите ворота открываются все таки о видите теперь сюда можно заехать здесь пода попилить дрова эти все ветки можно будет заехать вот так вот шикарно ну в теории что болгаркой прикольно же можно даже выйти через них наконец-то уже миллион лет не открывали и зайти мы с ним хоть деревья попилить вот одних особо толку не будет конечно их так пилить это куст сирени вероятнее всего то нет что-то не надо начинает гореть подожди ну не знаю дымится мне кажется что диск перегреется что лопнет потом не будет диска у нас ни одного уже ну вот не муслим да тут проще лобзиком но чувак ну скажи что лобзиком легче будет если надо сильно то я лобзик принесу за секунду можно будет пойду за лобзиком не удалось срезать сирень или еще какая поросль была возле ворот все накидал на кучу вот туда вот вот одни штурпачки остались вот такие вот беленькие вот и здесь такая куча образовалась конечно ну и ладно вот и все освободили теперь если нужно больше то завести машина проедет а сейчас закрываю ворота и что-то отвалилась а вот эта штука от старости отвалилась прикольно было но отломалась ну да ладно поставим ее типа так и было прикол я тут тоже раскрутилась винтики что они не работают они раскрутилась отвалилась и вот вот такой вот замочек сейчас может этот повесим о дужку вот так вот так ну и все так теперь я потерял ключ а вот он звенит хорошо он звенит вот сейчас сделаю замок насколько его хватит тоже не сильно понятно механизма повесил замок вот так вот он выглядит нашел от него целых три ключа вот ворота держит хоть они сами уже разгнивает рассыпаются вот но мы будем аккуратно на них дышать так что на сегодня с воротами все пойду сейчас дальше что поделаю колодец в котором вот та труба которая проржавела то что я ремонтировал и ее теперь нужно достать вот она сама труба вот она вот и ну и сюда я конечно не достать вот она типа она слишком длинная ее нужно распилить и под две части это достать короче муслим орудует сегодня с болгаркой вот у нас целый день по сути мы пили металл на даче она прогнившая муслим может и грохнуться конечно будь осторожным то есть ты на нее будешь становиться а на другую тоже ни на хуй не становись вот которая торчит в огород который идет труба большая тоже она разгонила и мы ее не будем менять мы искать все пластиковые установим все трубы эти наверно просто когда то в жизни выкопаем о вот муслим отпилил сложный кран вот он прогнил полностью резьба надо тут было менять эту часть и вот это наверно уже не работает тебе на нее нельзя было давить особо ну может да может топни о все муслим сломал другую трубу по сути на сегодня мы пиление закончили вот эта труба которая отгнила в прошлый раз вот в этом месте вот она так что тут все абсолютно гнилое во всех сторонах ну вот так что именно конкретно эту конструкцию плюс еще этот падает как видите само это устройство колодца печально его надо тоже восстанавливать раскапывать вон там даже один камень уже отвалился за огородом и 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 вносим наш матрас соответственно не понравился он нам в доме а муслим его решил не выкидывать и поставить зачем-то положить на чердак вот он его занес хотя бы то что выкинуть и разбираем дальше кровать на которой спала бабушка соответственно кровать видите мы распиливаем лобзиком она пойдет отлично в печь все абсолютно выкинули и подушки и матрасы вынесли на этот самый на улицу чтобы погрузить в нашу машинку и отвести на мусорку ну вот и перекусываем макдаковскими булками с вишенкой и с этим очень вкусные они с вишенкой продажи остывшие микроволновки на даче нет и с этим они с каким-то сырным сырной начинкой такие мы довольны и собственно счастливые а вот загрузили старое кресло матрас еще подушки и добрались сюда охранник нам сказал что можно выложить все это за за мусорным контейнером вот и вернулись снова загрузили остатки в машину металла и сейчас выдвигаемся на сдачу вот так получилось заезжает наш бусик филов девятьсот тридцать пять кило девятьсот тридцать пять кило девятьсот тридцать пять и 935 даже данном тела девятьсот тридцать пять и вот так выглядит груда металла надеюсь вам что то видно если еще и бумагу они принимают будем разгружаться и что-то у меня колено начала похрамывать вообще не по не могу его согнуть по моему она распухла капец надо будет разбираться что с коленом алюминий 250 посмотрите что это был алюминий похоже на алюминий тело 420 1420 килограмм бусик в итоге сдались итог у нас 500 килограмм черного металла и два спина алюминия всего на 3 600 получилось едем дальше вот так мы смысле он добрались вечером уже нечего практически снимать хорошо что у нас получилось все это сдать муслим доволен я доволен вот правда мы поздно поняли что камера не записывает звук так что будем звук делать за кадром опять видимо как уже не в первый раз этого видео ну и что мы довольны сейчас поедем домой выгрузим нашу айву и у меня что с ногой нога опухла непонятно чего не могу приседать будем дома рассматривать и какая киса у нас пришла киса 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 убежал уже вот такой ходит ну и ладно ждем наш такси приехали с муслимом домой оказалось что-то у меня с ногой произошло вот смотрите какая-то здесь гуля не разогнуть не согнуть не знаю на на видео не видно здесь вот вот такая вот гуля образовалась а здесь этой гули нет здесь вот впадинка вот я могу даже пальцем поткнуть здесь падинка здесь не могу проткнуть здесь гуля ну хрен пойми что это разогнуть не могу согнуть не могу передвигаю как костыль хрен пойми что это ничего тяжелого ну как ну не знаю вроде поднимал но просто присел и она там переклинило давно хрустела у меня нога аня вот бинтует вот так положили лед на ногу из этого из кальяна вот эти штуки короче были для охлаждения кальяна вот так вот положили вот и все на моей ногу ли какая-то гуля непонятная не знаю что будем смотреть через пару часиков ну а на этом собственно все муслимам говорит пока я говорю пока увидимся в следующих сериях расскажу вам что у меня с ногой случилось мы пока попьем чайчики будем отходить если я выживу до следующей серии тоже интересно что что там произошло всем пока спасибо что съездили с нами на советскую удачу подписывайтесь ставьте пальцы вверх до новых встреч с вами владимир вольский и муслим давай раскрасим серый мир чтобы для нас он стал цветным наполнен яркий красок ты скажешь мне что я никто я сделаю тебе назло на все а